Я приветствую вас, мои дорогие юные телезрители! И сегодня я расскажу вам о святом великомучнике Дмитрии Солунском. Он родился в городе Фессалониках или Солунии и, как предполагают, был славянином, потому что в те времена, когда он жил, а это был рубеж третьего и четвертого веков, вокруг города Солунии проживало большое количество выходцев из славянских народов. Он родился в семье богатого и очень известного человека, который был правителем города. Он был тайным христианином, потому что в те времена было гонение на христиан, их преследовали за веру, и открыть свое имя, сказать о том, что я христианин, означало равным смерти. У родителей святого великомученика Дмитрия Солунского долгое время не было детей, и они постоянно молились Богу. И, наконец, Господь даровал им рождение младенца. И когда он потихонечку стал подрастать, стал понимать смысл происходящих вокруг событий, родители привели его в тайную комнату, которая была у них дома, и там находились две иконы – икона Спасителя и икона Божией Матери. Они постепенно стали научать его Слову Божию. И, наконец, когда пришло время, они тайно пригласили священника к себе в дом для того, чтобы крестить Дмитрия. Когда Дмитрий был уже взрослым человеком, его родители умерли. И император того времени по имени Максимиан пригласил Дмитрия к себе и предложил ему занять пост своего отца, то есть управителя города Солуни. И тогда же Максимиан сказал ему, ты должен добросовестно исполнять свои обязанности градоначальника и должен изгонять из своего города, а то и уничтожать христиан. Потому что, еще раз напомню, было гонение на христиан в те времена. Но отважный Дмитрий не только не стал преследовать христиан, но и словом, и всею свою жизнью стал проповедовать Христа открыто. И очень многие из горожан обращались к Богу и принимали святое крещение. И вот однажды, когда Максимиан возвращался из военного похода, он должен был посетить город Солунь. И Дмитрий знал об этом. И знали люди вокруг то, что он христианин и открыто исповедует веру в Бога. И среди них найдутся обязательно предатели, которые донесут Максимиану и расскажут о том, что Дмитрий христианин. Так и случилось. Но перед тем, как Максимиану суждено было приехать в город Солунь, Дмитрий призвал к себе одного из своих слуг, доверенного человека, отдал ему в попечении половину своего имущества, а вторую половину раздал нуждающимся. Когда же император Максимиан прибыл в город Солунь, он пригласил к себе разных людей, жителей этого города, и стал расспрашивать, действительно ли Дмитрий является христианином, их градоначальник. И они говорили, да, он действительно открыто исповедует веру Христову. И Максимиан приказал великомученика Дмитрия Солунского посадить в темницу, в тюрьму, куда святой пошел с радостью, потому что он понимал, что ему предстоит пострадать за имя Господне. И там, когда он находился в темнице, ему явился ангел Господень, который укреплял его и говорил ему о том, что его ожидает на небесах мученический венец, и что он будет находиться всегда рядом с Господом Иисусом Христом. Во время пребывания Максимиана в этом городе было устроено игрище, когда один из любимых бойцов, воинов Максимиана по имени Лий должен был сражаться в кулачном бое с христианами. И за всю свою жизнь ни разу не потерпел поражение, потому что был очень ловким и сильным. И когда он одерживал победу над человеком, то поднимал его высоко вверх и бросал на копья воинов, и этот человек умирал. И вот один из христиан, учеников Дмитрия Солунского, когда тот находился в темнице, пришел к нему тайно ночью и попросил его благословить на бой с Лием. Дмитрий сказал ему о том, что он одержит победу, но и сам будет замучен. Так и случилось. Нестор, а так звали этого христианина, одержал победу над Лием. Но в тот момент, когда Нестора должны были чествовать как победителя, в гневе император приказал убить его. И зная о том, что именно Дмитрий Солунский благословил его на этот подвиг, он приказал и Дмитрия тоже лишить жизни. И когда воины пришли в темницу, где находился святой Дмитрий, они застали его молящимся, и он был спокоен. И они тоже предали его на мучительную смерть. Так закончился земной путь святого великомученика Дмитрия Солунского, который почитается как покровитель воинства. И действительно, очень многие из людей, которые воевали, участвовали во всевозможных баталиях и сражениях, они призывали имя святого Дмитрия, и он откликался, приходил к ним на помощь, укрепляя воинов в вере. Имя святого Дмитрия Солунского носил и один из князей русской земли, Дмитрий Донской. Тот самый Дмитрий Донской, который одержал победу над полчищами хана Мамая во время Куликовской битвы. Большое количество русских воинов погибло в то время, но победа была одержана. И спустя некоторое время здесь, в России, был установлен особый день для поминовения павших воинов. Его приурочили ко дню празднования памяти святого великомученика Дмитрия Солунского. По новому стилю этот день отмечается 8 ноября. И ближайшая суббота к этому дню, она называется Дмитриевской родительской субботой. В это время православные христиане идут в храм для того, чтобы помолиться об упокоении своих родственников. Эта суббота называется родительской потому, что мы вспоминаем не только тех, кто воевал, но и всех наших почивших, умерших родственников. Тех, кого телом нет рядом с нами, но тех, которые душою всегда рядом с нами пребывают. Потому что Господь создал человека по своему образу и подобию с тленным телом, но с бессмертную душою. Поэтому, если вы знаете имена своих умерших родственников, обязательно, когда будете в храме, попросите родителей, маму или папу написать записочку об упокоении, и вся церковь будет молиться о том, чтобы Господь упокоил души умерших родственников. И та свеча, которую вы будете ставить на подсвечник, и самое главное, та молитва, которую вы будете возносить усердно ко Господу, она будет соединять нас, живущих, с теми, кто уже умер, и кого нет рядом с нами. Я благодарю вас за внимание и надеюсь на новые встречи в эфире. Храни вас Господь! Субтитры создавал DimaTorzok